Сегодня я предлагаю рассмотреть один из наиболее любопытных вопросов палеонтологии. Как появились динозавры? Почему именно динозавры получили свое дальнейшее развитие и стали одними из самых успешных животных в истории нашей планеты? Когда они появились? И, собственно, какие у них были эволюционные преимущества? Но прежде чем начать обсуждать все эти довольно нетривиальные вопросы, мне бы хотелось, чтобы все получили хорошее и четкое представление о том, кто же такой, собственно, динозавр. Дело в том, что, скажем так, в голове обывателя часто складывается впечатление, что динозавр это такое крупное животное, относящееся к присмыкающимся. То есть такой крупный ящер. Ужасный. На самом деле, отчасти это правда. Действительно, среди динозавров были крупные животные, и действительно, они рептилии присмыкающиеся. С этим поспорить сложно. Но далеко не все динозавры были крупными, это раз. И второе, далеко не все крупные присмыкающиеся, это динозавры. Но начнем с самого простого. Те, кто летают, те, кто плавают, это не динозавры. Они имеют совершенно особое строение, у них совершенно отдельный эволюционный путь, и вообще они на динозавров не похожи ни разу. На самом деле, даже те же крокодилы в некоторой степени будут поближе к динозаврам, чем, скажем, какие-нибудь ихтиозавры. Динозавры это существа, которые ходили по поверхности земли, не плавали и не летали. Но на этом их особенности не заканчиваются. Ну, скажем так, признаки динозавров для малышей. У динозавров ноги располагаются под туловищем, а не по бокам, как у упомянутых крокодилов. Это первое. Второе, динозавры покрыты роговой чешуей или же перьями. Причем последние исследования показывают, что действительно пернатами были, возможно, даже самые первые динозавры. Если вдруг кто-то забыл, что такое роговая чешуя, посмотрите на ящерицу или змею. То, что вы видите снаружи, это и есть роговая чешуя. Хорошо, значит, ноги под брюхом, что помогает им перемещаться достаточно быстро, и необычный покров. Все или нет? Нет, конечно же, это далеко не все признаки. И сейчас я расскажу о чуть-чуть более сложных признаках, скажем так, уже для более подготовленной аудитории. Ну, для старших школьников, скажем так. Начнем с черепа. Вот тут как раз весьма удачно рядышком стоит тормозавр. Можно на нем и рассмотреть главные признаки динозавров. Во-первых, череп динозавров диапсидный. Ди – это два, а апсида – это, собственно, отверстие. То есть у него два отверстия. Речь идет об отверстиях, которые находятся за глазницей. Дело в том, что в черепе динозавров, как вы видите, очень много разных отверстий, но названия его связаны именно с вот этими задними дырочками. Для чего вообще были нужны такие отверстия? Во-первых, скорее всего, для облегчения черепа, а во-вторых, для крепления достаточно мощных мышц челюстей. На самом деле, отверстия есть и в черепах другого типа. Например, у нас с вами череп синапсидный. У нас там одно отверстие, но и в конкретно нашем черепе это отверстие преобразовалось в сколовую дугу. Так что, где, собственно говоря, располагается скула, вы, думаю, все знаете. Ну, а если дальше пойти в черепе, то можно найти и отверстие, точнее то, что от него осталось. Были и другие различные варианты. Если мы посмотрим на древних животных, были и эвриапсидные черепа, были парапсидные черепа. Они все с одним отверстием, но отверстие располагалось в других местах. А вот у динозавров у них такой же тип, как у ящериц, как у крокодилов, как у птиц, диапсидный. Ну и хорошо. Кроме того, в черепе каждого динозавра имеется отверстие перед глазницей. Это тоже важный отличительный признак для всех динозавров. Но это, конечно же, тоже далеко не все. Очень своеобразное строение таза у динозавров. Тазовые кости срастаются таким образом, что посередине остается отверстие. Именно, собственно, в это отверстие входит головка бедра. И, собственно, оно формирует вертлужную впадину. Но, на самом деле, вовсе не обязательно в тазу должно быть отверстие. У многих животных, если взять, например, тех же птерозавров, отверстия не будет. У них будет просто небольшое углубление. А для каждого динозавра обязательно отверстие между костями таза. Но это еще не все. На самом деле, очень необычно устроены сами лапы динозавров. А если быть точнее, то их нижняя часть запястья. У крокодилов и их родственников в запястья достаточно крупные кости. И крокодилы могут совершать вот такие боковые движения. Это очень важно для крокодилов, так как лапа у них расположена по бокам, и им надо кончиком лап совершать достаточно разнообразные движения. У динозавров совсем была другая необходимость. У них была необходимость бегать достаточно быстро и иметь устойчивую походку. Поэтому две косточки, если кому интересно, это острогал и пяточная кость, стали очень маленькими. И в результате этого запястье стало фиксированным. То есть динозавры не могли двигать запястьями из стороны в сторону. Оно было фиксированное, что помогало им достаточно быстро и ловко перемещаться в пространство. На самом деле этим отличия динозавров от других животных не заканчиваются, но это уже, так сказать, высшая школа. Пожалуй, что уж совсем углубляться в такие дебри я не буду. Ограничимся этими отличиями. Почему я хотел бы, чтобы все получили представление о таких необычных довольно чертах динозавров? Потому что, если мы рассматриваем самые ранние этапы развития динозавров, а ранние этапы развития происходят в триасовом периоде, то нам будет крайне сложно разобраться, кто является динозавром, а кто нет. Во-первых, в триасовом периоде было множество самых разных рептилий. И некоторые внешне очень были похожи на динозавров. Во-вторых, собственно, именно в триасовом периоде появились предки динозавров и, собственно, сами динозавры. И чтобы найти, где среди всех этих животных настоящие динозавры, нам нужен целый комплекс признаков, про которые я вам рассказал. Ну хорошо, давайте теперь разберемся, как, собственно, выглядел самый древний динозавр и как мог предположительно выглядеть их предок. На самом деле, непосредственного предка динозавра мы до сих пор не знаем, но нам известно животное из Аргентины, которое называется логозух. Значит, похоже оно на очень маленького крокодильчика, длиной где-то там сантиметров 20-30, на очень тонких и длинных ногах. Причем, что характерно, задние лапы гораздо длиннее, чем передние. Ну и вот такой вот маленький мини-крокодильчик на перископических ножках, вполне возможно, и является последним предком всех динозавров. Конечно, мы не можем сказать, действительно, был ли это логозух или было какое-то другое животное, похожее на них, но, скорее всего, именно такие животные, которых иногда называют тикадонты, когда-то поднялись на две ноги и дали начало всем настоящим динозаврам. Собственно, первые динозавры действительно были очень похожи на логозухов, с той лишь разницей, что они уже стали двуногими и передние лапы укоротились еще чуть-чуть. Но один из первых считают эорапторов и неосозавров. Причем, кто именно из них был сам первым, тоже до сих пор ведутся споры. До недавнего времени было все более-менее понятно. Динозавры появились в Южной Америке. Ну, точнее, в том, на этой территории. Конечно же, во времена динозавров это не была Южная Америка, это была небольшая часть суперконтинента Пангея. Именно в Аргентине и Бразилии находили долгое время кости самых древних представителей отряда динозавров. Но совсем недавно было обнаружено животное, получившее название неосозавр в Танзании, то бишь в Африке. Если это действительно динозавр, в чем некоторые сомневаются, то он является самым древним. Появился он 243 миллиона лет назад. И, по всей видимости, выглядел именно так, как я вам описывал. То есть такая мелкая двуногая животина длиной где-то метр. Но о том, был ли это динозавр и как он точно выглядел, до сих пор ведутся самые разные споры, потому что от него сохранились очень маленькие фрагменты. Но, безусловно, динозавром являлся эораптор, который жил 235 миллионов лет назад в Аргентине. Вот это уже абсолютно точно достоверно динозавр. Ну и он тоже был мелким, тоже двуногим и достаточно, по всей видимости, проворным. Считается, что эораптор дал начало очень большой группе динозавров, которые называются ящеротазовые. Среди ящеротазовых практически все хищники, которых мы знаем, начиная от достаточно мелких, такие как компсогнаты и элоцирапторы, и заканчивая самым знаменитым тираннозавром Рексом. Ну и вот прадедушкой их всех можно считать вот эту вот мелкую метровую животинку. Но что же остальные динозавры? Где поискать их предков? Опять же, в Южной Америке. По крайней мере, именно там до сих пор находятся кости самых древних представителей самых разных групп динозавров. Ну, возьмем, скажем, птицетазовых динозавров. Ну, мы знаем среди птицетазовых динозавров достаточно известных представителей, таких как рогатые ящеры, таких как всевозможные утконосые динозавры, игуанодоны и многие-многие другие. Ну, а начало всем этим птицетазовым динозаврам по всей видимости дало очень маленькое животное, которое называется пизанозавр. Жило оно около 220 миллионов лет назад, чуть-чуть попозже эораптора, и тоже представляло себе мелкое животное, длиной где-то полтора метра, ростом где-то мне по пояс, перемещавшиеся на двух ногах и питавшиеся уже растениями. Но и, пожалуй, самой необычной группой динозавров и самая необычная история связана с длинношеями ящерами, известными как зауроподы. Предков зауроподов, безусловно, тоже надо искать в триасовых отложениях. И нам известно, что на протяжении триасового периода была достаточно широко распространена группа так называемых прозауроподов. Но, к сожалению, последние исследования не доказывают причастность прозауроподов к настоящим зауроподам. Больше того, большинство специалистов уже начинают склоняться к тому, что прозауроподы на самом деле это особая какая-то боковая ветвь, которая с настоящими длинношеями динозаврами имела лишь общего предка. Но, в любом случае, хотелось бы охарактеризовать немножечко и самой эту группу прозауроподов и рассказать о том, как, возможно, выглядел самый последний общий предок и прозауроподов, и настоящих великанов, таких как диплодок. Конечно, очень сложно утверждать, кто именно является последним общим предком, но есть несколько кандидатур названия последнего общего предка про зауропод и настоящих зауропод. Это либо Сатурнали из Бразилии, либо Парфагия из Аргентины. В любом случае, возьмем мы одно животное или другое, выглядели они примерно одинаково. Это были, опять же, не очень большие создания, прямо скажем, длиной где-то, опять же, метр. Они в семье, первые динозавры были очень мелкие. Но при этом растительноядные и, что характерно, обладающие достаточно длинной шеей и, что очень странно, достаточно короткими передними лапами. Возможно, первые животные Сатурналии и Парфагии были бипедальными, то есть ходили они еще на задних лапах и лишь в дальнейшем уже перешли к хождению на всех четырех конечностях. Впрочем, уже к концу Триасового периода появились настоящие великаны. Скажем, самые знаменитые из них – плотиозавры, которые достигали длины в 10 метров. То есть это уже были действительно крупные растительноядные формы, хотя, конечно, не такие великаны, как настоящие зауроподы, которые могли достигать длины 35 метров, 40, а некоторые даже считают, что и 60 метров. Плотиозавры, известно, достаточно широко, они были довольно широко распространены, и мы знаем достаточно много их скелетов, поэтому неплохо представляем себе, как именно они жили и чего, собственно говоря, они делали. Вначале предполагалось, что это были достаточно неповоротливые животные, которые перемещались на четырех ногах и были действительно некой пародией на будущих диплодоков. Но, когда стали уже более детально изучать скелет, оказалось, что на передние лапы они вряд ли могли хорошо опираться. У них центр тяжести смещен назад, у них достаточно короткие и слабые эти самые передние лапы. Поэтому, по всей видимости, как бы нам не хотелось, чтобы они были похожи на своих потомков, но они таковыми не являлись. Они перемещались на задних лапах большую часть своей жизни. Передние лапы они использовали достаточно хорошо для того, чтобы дотягиваться до самых сочных листьев. При этом у них была достаточно длинная шея, и в итоге они могли, поднявшись на задние лапы, достать практически до вершины древних деревьев. При этом они вовсе не были такими неповоротливыми. Несмотря на вес в 4 тонны, по всей видимости, они могли даже бегать и были достаточно активными животными. И не было у них еще одной важной черты строения, которую мы обнаружили у всех настоящих зооропод, а именно ног, похожих на колонны. У них ноги были такие же, как у других динозавров, и вообще они ходили немножечко в полуприседе такой. Кстати, 2018 год принес в копилку крупных триасовых динозавров еще одного гиганта. Он получил название Ингентия прима, то есть первый гигантский. Судя по некоторым оценкам, его длина могла достигать даже 12 метров, а вес 10 тонн. Таким образом, мы можем сказать, что уже про зоороподы действительно заняли нишу таких очень крупных растительноядных животных. Ну, как бы там ни было, в дальнейшем динозавры стали развиваться, и в юре они уже стали весьма многочисленнее. Они приобрели множество разных признаков, у них появились самые разные перья, Они постепенно сократили количество пальцев. У первых динозавров было 5, потом стало 4, ну а дальше мы знаем, что 3, 2, даже 1. Ну и множество-множество других необычных черт они приобрели. Они обрели рога, они обрели самые разные формы. Ну, это вы все и так знаете. Думаю, что на этом обзор ранних динозавров можно закончить. Ну, а о некоторых интересных динозаврах мы расскажем чуть попозже. Субтитры создавал DimaTorzok